ну что ребяточки всем привет собственно немного поговорим в этом видео о технике уже распространенная тема на моем канале о рациональности покупки техники и прочее суть такая когда я начал монтировать я понял что на самом деле границы между там крутой потрясающей камерой и обычной камерой совершенно размываются и это не имеет никакого особого смысла никакого смысла в принципе сейчас секундочку никакого смысла чтобы тратить там большие деньги типа в чем разница между покрашенной картинкой там a7 c2 и какой-нибудь знаете вот вот сейчас снимаю до камера зеве 10 все это будет покрашена и разницы в принципе нет разницы нет в точно чтобы там заплатить 155 тысяч я понимаю когда это заказы я понимаю когда это на съемке когда то есть более там мобильная история там какой-то раф какой-то выделать и покрас прям серьезный до вечер зол ну и опять же нас здесь тоже можно красить пожалуйста снимать из лог и даже до этого не дошел и просто я понял такую фишку что ты как бы смотришь и проецируешь но ты смотришь чужую жизнь и проецирует что это типа ты но как вот смотрят блогеров там на испытывают несчастье что они не богаты что у них нет крутых машин и прочее ну то есть это как и там запрещена грамм но то есть понимаете блин я просто насмотрелся не не свою историю я а мне нужно делать свою историю типа я живу так как я живу типа но я не буду жить иначе я не буду жить как-то кто-то там с монитора с экрана монитора там к это известный блогер или там видак то есть это может быть но когда-то там это даже будет другой разговор тогда это будет рациональ то есть и к чему я веду то есть я увидел я увидел у кого-то камеру захотела ее себе типа думаю я буду похож на того-то с психологически не потому что я там очень-то уау кумир не такого не ну просто это психологически а фишку того что я не снимаю 4к я не крашу так видосы я просто не учитываю и типа когда я начал монтировать и узнавать все эти нюансы я понимаю что как бы размылись к размылись реально границы того что вот камера стоит там 155 тысяч и камера стоит себе но там 70 или 50 или 100 тысяч и на покрасе особенность телефонов ни один пользователь не поймет ни один пользователь не поймет это даже при лайтовом монтаже при ну то есть при совсем продакшене совсем легко я уж не говорю если это делает профак то есть одно дело удобства но опять же вот эти новые камеры в моем случае как бы она удобно она пишет классно единственно шаттер сток но вот этот шевеленку убирать но шевеленка это обходится очень дорого типа и как бы ее фиксить но это уже давайте бюджет и я понял что блин нет нет смысла гнаться всему свое время если я начну снимать людей можно будет купить камеру да тогда будет задача то тогда можно будет купить рекордер или что такое типа страховочный материал тогда я уже посмотрю сторону более таких камер типов x30 где две флешки возможно что-то там засейвить из что в что-то не стерлась короче вот от паранойи может быть так а пока это не наступило и хз когда наступит и наступит ли вообще непонятно то есть я больше не хочу оси c2 ну в ближайшее время но в этом году я думаю я не куплю 82 но опять же будет странно если это все все изменится язык захочу ее что порадовать себя потому что ну себя тоже надо радовать посмотрим ну в общем о чем речь если вы начинающий блогер вы только начали себя снимать у вас там простая камера вы думаете там чтобы купить какую-то крутую камеру все изменится да нет вся фигня полнейшая то есть не хватит смотреть этих блогеров у которых крутые камеры вы просто не понимаете что они на контрактах в основном им завозят эти камеры и у них есть бюджеты вы всегда представляете что человек типа уже живет блогингом но то есть он это его работа а когда это твоя работа и у тебя это доход совершенно другой купить там какую-то хрень за 100 тысяч новых ребят кому он это вообще не составляет труда а когда ты обычный работяга и типа покупаешь первую камеру или ты студент и покупаешь первую камеру и хочешь там какой-то комплект за 150 200 тысяч новые это очень накладно особенно когда ты не снимаешь